Стоимость данного декора, стоимость данной плитки в районе спальни, тоже у нас сделана стена. Что примечательно, очень много светодиодной подсветки, вот такой вот жезл. И смотрите, какая фишка, очень удобное решение. У нас везде, во всей квартире стоит Шнайдер Электрик. В данном случае, если вы используете такие светильники, вы должны понимать, что стоимость каждой двери в районе возможна установка электровыключателей, розеток и люстра на кухню. Это просто шедевр. Бюджет данного проекта Всем привет! Сегодня покажем вам дизайн двухкомнатной квартиры площадью 64 квадратных метра. Автором проекта является Алексей Волков, руководитель студии А плюс Б. Расскажем про чистовые материалы, которые здесь использовались. А также расскажу про финальную стоимость данного проекта. Это уже второй ролик с данного объекта. В первом видео мы рассказывали про черновой этап работ, говорили про черновые материалы, которые мы использовали, а также про стоимость работ и материалов. Обязательно посмотрите, если вы еще не видели. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. А теперь перейдем к чистовым материалам, которые мы использовали на данном объекте. Начнем с фишки данного дизайн проекта. Это гипсовые панели, которые выполняют элемент декора. В данном случае это производитель Artpol серия Paraline. Приезжают они в квадратах размером 60 на 60 сантиметров. Потом они клеятся на стену при помощи специальной шпаклевки. Стыки расшиваются, шпаклюются, шлифуются. И потом уже наносится водоэмульсионная краска. В данном случае это Little Green Dark Grey. Номер по колеру 163. Стоимость данного декора это 4000 рублей за квадратный метр. То есть 1 квадрат 60 на 60 гипсовой панели выходит где-то 1440 рублей. Дальше переходим к плитке на кухне. Если вы увидите, то у нас кермогранит на полу и на фартуке он совпадает. Это у нас Atlas Concord Marvel Pro Grave Flurry. Размер его 60 на 60 сантиметров. Что интересно, этот фартук мы уже клеили после того, как смонтировали кухню. Кухончики попросили, чтобы все это красиво получилось. И там миллиметр в миллиметр они установили кухонный гарнитур. После чего мы уже вклеили плитку согласно размерам, которые в них получились. Вот на кухне смотрите, как интересно сделано. Вот здесь у нас обеденный стол. И для того, чтобы всю кухню в плитке не делать, сделали такой вот скос. Для того, чтобы именно в мокрой зоне, там где у вас раковина, там где возможно появление воды на полу, сделали керамогранит. Стоимость данной плитки в районе 5000 рублей за квадратный метр. Также вот эту плитку мы использовали в коридоре. И тоже участок, где у нас возможно, где появится влага, тоже сделана из этой плитки. Также на стене у нас элемент декора из таких же гипсовых панелей. А также вот еще в спальне тоже у нас сделана стена, но чуть-чуть позже мы сюда зайдем. Керамогранит у нас граничит с ламинатом. Это у нас квикстеп Majestic номер 3548. Если по названию, то это дуб лесной массив коричневый. 32 класс. Что примечательно, это размер. То есть палка почти у нас 2 метра, ширина 24 сантиметра. Это нестандартный размер для ламината, поэтому смотрится он необычно и прикольно. Стоимость данного материала в районе 2200 рублей за квадратный метр. Дорогой ламинат, не дешевый. Но кому-то он зайдет ввиду своего размера. Далее. Плинтус у нас белого цвета. Это Arac Decor SX163. Он приезжает белого цвета, но мы его дополнительно грунтуем и красим, потому что со временем он желтеет. И для того, чтобы он был всегда белоснежный, мы его красим водоэмульсионной краской. На всю квартиру ушло порядка 60 погонных метров. А стоимость одной палки длиной 2 метра в районе 700 рублей. Дальше. По электромеханизмам. У нас везде, во всей квартире стоит Schneider Electric. У этого производителя большая линейка. И вы всегда найдете себе по вкусу розетки и выключатели. Еще заметьте. Вот здесь у нас розетки стоят по горизонтали. А здесь мы установили по вертикали. Достаточно интересное решение. Рекомендую, можете попробовать. Очень классный светильник. У нас их две штуки. Вот на этой стене и вот здесь вот. Вот вы можете видеть, как он светит. Свет не яркий, но он придает определенный шарм и выделяет эту стену. Но в данном случае, если вы используете такие светильники, которые светят на стены, вы должны понимать, что у вас они должны быть идеально отшпаклеваны, отшкурены и покрашены. Потому что любой какой-то недочет будет сразу заметен. Теперь расскажу про двери. Это невидимки. Кто-то их называет invisible, скрытые, под покраску. Производитель Волховец. Стоимость каждой двери в районе 35 тысяч рублей. Они приезжают не покрашенными. Они готовятся уже на объекте, шлифуются и красятся в цвет, который вы выбрали. В данном случае у нас цвет стены и двери совпадает. И вы можете видеть, что дверь практически не выделяется, кроме вот этого алюминиевого контура. То есть, вот вся поверхность, включая торец, она красится в тот же цвет. Снутри и наружи. Проходим в спальню. И вот вы можете видеть, что здесь будет стоять кровать. Слева и справа у нас розетки под тумбочки. Вы можете видеть, что в этих декоративных панелях возможна установка электровыключателей, розеток или выключателей. То есть, это тоже допустимо. Это возможно. Просто здесь есть небольшие нюансы при вырезании этих отверстий. Также вы можете заметить, что этот участок стены не просто покрашен, а это декоративная штукатурка с эффектом матовый гладкий шелк. Очень приятная фактура. Она продается в готовых ведрах и наносится специальным валиком и шпателем для того, чтобы получить вот такой вот рисунок. Особое внимание на данном объекте требует освещения. Здесь очень интересные люстры и светильники. Вот вы можете видеть, что мы вывесили люстру в гостиной. И вот эту высоту будем уже регулировать после того, как через несколько дней заказчик приедет из отпуска на объект. И мы будем вымерять вот это вот расстояние, которое будет для него комфортным. Также очень много светодиодной подсветки. Вот в телевизионной зоне, в зоне, где будет у нас стоять диван. Люстра на кухню это просто шедевр. Вот посмотрите, это у нас такой металлический куб. Вот это вот уже провод. Это тоже провод. Он у нас черного цвета, мягкий. И вот такие четыре свисающих точечных светильника, которые будут светить именно на кухонный стол, который будет стоять здесь. Здесь дополнительно классические точечные светильники, чтобы освещать кухонную зону. Ну и естественно, что на кухне вот здесь вот есть подсветка, которую вы можете включать и выключать. Дальше мы проходим в спальню. И вот можете видеть, что здесь их можно назвать ночниками. То есть света от них мало. Глаза ярко не светят. Но при этом можно найти там какой-то телефон. Когда темно, вы включаете свет. Общий свет включать не нужно. Включаете дополнительный. И можно уже сориентироваться в пространстве. И также вот, что мне нравится, это в коридоре вот такой вот жезл. То есть вы можете видеть, что луч света падает на стену. То есть вот я отключил общее освещение. Также диодная лента на одной и на другой стороне. И вот так вот светит этот безумно красивый светильник. Теперь про санузел расскажу. Здесь у нас используется керамогранит эталон миллиниум. Размер 60 на 60. И вот вы можете видеть, что он в нескольких цветовых гаммах. Справа, слева на полу у нас это эталон миллиниум сильвер. А здесь уже идет блэк. То есть фактура одна и та же, но цвет принципиально разный. То есть этот более темнее. Ванна у нас якобделофон. И смотрите, какая фишка. То есть вот здесь вот нету доступа к сифону. Что же делать, да? В данном случае у нас здесь стоит стиральная машина. Заказали столешницу, скоро приедет, да? И будет стоять отдельно стоящая раковина. И сюда уже залезть, сделать какой-то люк. Возможности нету. Мы это обыграли путем монтажа люка с этой стороны. Вот видите, этот люк под покраску. Вы его нажимаете, и у вас есть доступ к сифону, который находится под ванной. Очень удобное решение. То есть вы имеете доступ в ванну через коридор. И здесь вы уже не стеснены в условиях, когда вы можете все это пространство полностью заполнять. И не бояться, если там что-то сломается, и у вас не будет возможности туда залезть. В санузле у нас аналогичная плитка, как и в ванне. Эталон Миллениум, но только сильвер. Уже слева, на полу и справа на стене. У нас здесь стоит классическая система инсталляции, гигиенический душ. Здесь достаточно узко, но тем не менее мы уместили вот такую маленькую аккуратную раковину для того, чтобы помыть руки. Стоимость данной плитки в районе 2000 рублей за квадратный метр. Бюджет данного проекта 3 миллиона 200 тысяч рублей. В данную сумму входят работы под ключ, черновые материалы, а также все отделочные и чистовые материалы. Все ваши вопросы оставляйте, пожалуйста, в комментариях или пишите по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok